Юрий Хачмуратович, ну вот вы, наверное, изнутри в Беларуси, будучи руководителем нашего Министерства внутренних дел, видели, как зарождалась эта революция, да? Сейчас вот благодаря интервью Протасевича какие-то факты, какие-то пазлы дополняют картинку. Была ли лично для вас какая-то новая информация? Да, была, потому что он рассказывает только то, что видел он. Мы можем анализировать, сопоставлять, смотреть продукцию, которую они выпускают, но то, что они обсуждали между собой. Мы сделали вывод на основании анализа, а он это подтверждает, что это было вот так, как говорили мы. Вот они работают вместе по такому-то вопросу, используют такие-то факты, такую-то информацию. То есть мы не догадывались, а вычисляли, а он это подтверждает. Поэтому что-то и новое из того, что мы просто видеть и знать не могли, он выдавал в своем интервью. Но как минимум новые кадры после выхода этого интервью и после ареста Романа Протасевича появились. Я сейчас попрошу наших режиссеров продемонстрировать, что происходило в Варшаве. Это видео, которое изъяли оперативники из телефона Романа Протасевича. Видео, которое, в принципе, не подразумевалось для показа широкой публики. Но, в принципе, это тот вечер, когда в Беларуси собирались люди на площади возле Стеллы. Ночь с 9 на 10 августа. Да, в это время. В Беларуси начинается революция. Что происходит? Здесь у нас Степа сидит с телефоном и обзывает Зелинскую пресс. Здесь у нас разбросаны носки Яна и, собственно, сам Янчик в труселях. Янчик, ваш комментарий на сегодняшней смене? Вот мой комментарий. Сегодня Александра. Сегодня Янчик предпочел революцию Александре. Инга, что можете сказать о людях на этом видео? Ну, об их поведении. Ребята не понимают, что они играют судьбами людей. Для них это просто игра. Вот такое инфантильное отношение к веселой ситуации. Ну, разбросаны носки, ну, можно сидеть в трусах. Они начинают революцию, да, в тот момент, когда на площади в Минске их якобы сторонники выходят против ОМОНа, да, они сидят и развлекаются. Потому что они на расстоянии, они этого не видят, в этом не участвуют. Они просто как будто играют на экране монитора, они видят игру. И они в него просто играют. То есть то, что решается судьба страны... Юрий Хажимуратович, это была игра с ночь с 9 на 10? Это настолько было весело, как там на экране? Это была не игра, вот посмотрите на их лица, этих игроков. И это очень серьезно. Эти люди вышли, как я говорю, побардочить немножко на улице. Они играют, как им кажется, в революционеров. А то, что они могут разрушить страну, государство, жизнь людей в свою в том числе. Потому что я не знаю, где они все работают, но все это держится на том порядке, который есть в государстве. Из них половина потеряла бы работу, спокойную жизнь. А может быть, водопровод, канализацию, мирное небо и нормальный порядок вещей. Они что думают? Что хаос, который они порождают, бесследно исчезнет? И вот эти вот, среди разбросанных носков, коими они кичатся, ну подтверждают, что... Но они же ведь даже не понимают, что они творят. Они этим бродируют. И подтверждают, что все революционеры это хаотичные бунтовщики. В основном это такие люди, которые, ну у них порядка, как профессор Преображенский говорил, не в голове нету, не в их квартире. И вот, как правильно сказала наш уважаемый психолог, они играют на расстоянии в компьютерную игру. Вот на телефоне показывают, как десятки, по их мнению, тысяч людей выходят по их командам, по их сигналам. А то, что страдают милиционеры, а то, что страдают жены милиционеры, а то, что даже те, кто у них выходят на милиционеров, страдают. Ну, это несерьезные люди. И поэтому, кто там кого поломает, кто кому щитом придавит или палкой руку обездвижит, или что еще похуже, для них это, ну они отдалены, как летчик, который бомбит города и не видит, сколько там людей погибает, горит и так далее. Это вот вожди революции, вот посмотреть на эти снимки, где они бровируют. Но последнее дело, если можно я дополню, вот эта картина, которую мы с вами видели, видео, это, по сути, то, что могла превратиться наша чистая, красивая, свободная, мирная Беларусь. Вот в такой притон вместе с такими руководителями. Они же себя видели не просто организаторами революции, они же себя видели руководителями страны. Информации мы с вами сидели, значит, министр там, еще чего-то. Вот во что мы могли сегодня превратить нашу страну, если бы вместе не объединились с правоохранительными органами, спасибо, и всем нашим гражданам и не выставили. Вот в такой притон. Это очень яркая картинка, и всем, кто сегодня хочет, и какие-то мысли у него есть, надо это показывать и смотреть. Им бы никто руководить потом в будущем не дал, их более серьезные покровители этих бы задвинули куда-нибудь. Они нужны только для того, чтобы порядок сломать, и тех, кого они вывели на улицы, вплоть до того, что устланное их телами, сломить сопротивление правоохранителей. А там, что тех судьба, что этих, что семьи тех, кто на их стороне одурманенных, что правоохранителей, солдат срочной службы внутренних войск, ОМОНовцев, ГУБОПовцев и всех милиционеров, им они все равно. Совершенно верно. Но есть пример Украины, когда такие же деятели устраивали там бардак. Ну, первый год, Сергей, они первый год были у власти, потом просто сняла другая уже какая-то система, и все. Вот я про это и говорю. Совершенно верно. Наверняка вы слышали все историческую фразу. Революцию задумывают романтики, осуществляют фанатики, а пользуются ее плодами подлецей. Виктор Иванович, скажите, пожалуйста, вот с точки зрения юриспруденции, интервью Романа Протасевича о Марату Маркову, оно каким-то образом нарушает закон? Ну, для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо знать все подробности. Ну, хорошо, мы знаем только то, что было в публичном медиапространстве. Вот мы знаем только это. Благодаря именно этой информации наши европейские коллеги очень часто сейчас заявляют о том, что это интервью было дано под пытками. Чуть ли не президент лично участвовал в этих пытках. Именно такой опрос сейчас был проведен на радио Эхо Москвы. И в темноте, и люди с автоматами. Да, да, да. Но с точки зрения юриспруденции, даже смотря именно на медиакартинку. В своем интервью Роман сказал, что он пошел на сотрудничество со следствием и добровольно обо всем рассказывал. Но мы, как юристы, должны понимать, что признание – это только один из видов доказательств. И признание, оно должно сочетаться с другими доказательствами, о которых сказал Юрий Ходжимбратович, что очень многое было неизвестно правоохранительным органам. И вот если это признание будет сочетаться с другими доказательствами, то, конечно же, это будет подтверждать искреннее намерение Протасевича о том, что он вот эти все сведения добровольно сообщает. Но я лично не увидел каких-то отклонений в его поведении, то, что он говорит неправду. На мой взгляд, он действительно захотел облегчить, как говорят себе, душу, рассказать о том, что он делал. И на мой, опять же, взгляд, следует ему поверить, что вот это, как говорят, бывает любовь с первого взгляда. Так и здесь вот человек наконец-то понял, что он натворил. Потому что, к великому сожалению, здесь опять же было правильно отмечено, что очень многие эти молодые люди, они не ведали, что творят. Они просто-напросто играли. И только уж позже, когда вот эта игра стала приносить огромный ущерб для страны, для людей, когда эта игра заканчивалась жертвами, то тогда, на мой взгляд, большинство из этих протестующих, они реально оценили эту ситуацию.